всем приветики такой вот сегодня экземпляр настойка клюква яблоко ну точнее сказать это плодово-ягодная продукция алкогольная вот клюква яблоко бывает версии еще рябины яблоко может быть вы знаете и кстати такая версия она продается и в красно-белом и в брестоле то есть и цена примерно них что там что там одинаковые она немножко варьируется в зависимости от акции не акции там и так далее то есть начиная от 80 рублей там бывает я порой видел за 80 рублей 80 90 100 110 вот так примерно я в данном случае сегодня за 100 рублей ровно да и телефон у меня на зарядке вот провод торчит потому что сейчас у меня там осталось буквально четыре процента там я не знаю сейчас я зарядки ключ у меня вспышка работ не будете будет тускло и вообще мне снимать неудобно здесь ладно но похрен пока такая вот есть возможность так снимаю ладно я купил за сотню вот в данном случае на я брала его несколько раз уже я пил и клюкву и рябины я пробовал в принципе несколько раз я покупал то за 80 за 100 также вот цена вот варьируется короче и в кб и брестоле они есть предупреждаю еще раз плодовая алкогольная продукция крепость один с половиной тире 13 половиной то есть 12 половиной сахара 45 грамм на квадратный дециметр так это по моему говорится я не знаю я просто в граммах привык считать они квадратных дециметров ну ладно изготовлен насчет натуральные там компоненты вся хуйня плодовая алкогольная продукция клюква блять отсвечивает вот сука на бесит клюквы яблоко короче я так состав зачитаю на хрен сброженный сок яблочный концентрированный восстановленный сброженный сок клюквенный концентрированный восстановленный сахар так потом лимонная кислота диоксид серый сарбат калия типа эти антиокислители ну и консерванты в том числе углеводов четыре с половиной то есть сладкое нормально но не но не слишком приторно потому что я даже видел где 8 грамм углеводов то есть два раза слаще сука настойки я видел я даже пил такие ну там ебать сахарный сироп один это был пиздец короче ладно изготовитель минераловодский винзавод значит россия ставропольский край минераловский городской округ что-то поселок первомальский я с этого завода несколько вин пробовал вина виноградные то есть они были вполне неплохого качества кстати говоря если вкратце так и их уже пробовал уже вот эту вот данную настойку и клюкву и рябину я могу так сказать что в принципе они неплохие так заранее скажу ну давайте сейчас еще раз немного налью и посмотрим цвет у вас как вы видите вот такой вот довольно неплохой интересный по запаха ничего говорить не буду отдает просто яблоком клюквам и сброшенной всей этой хуйней сахар нормально ну вот как бы еще бы немного и был бы уже переборщили бы с сахаром то есть предел по сахару хорошо но не напряжена то есть вот для меня братья ненавижу прицерные напитки алкогольные короче вот еще бы немного и реально переборщили бы то есть они определенное количество сахарова сделали в принципе нормальная то есть она как бы и сладенько вроде и приятные прикольно но не переборщили то есть не призракно то есть сладкой достаточно блять кстати наверное из всех настоек подобных я их штуки три-четыре вида разных проволоком 4 вида вот этот вот блять не знаю это самая ходовая блять с которой не сильно болеешь на утро блять по вкусу неплохая по цене нормальная братья я не знаю вот этот нами самый нормальный я как-то раз про одну говорил что который 14 градусная у меня была там 14 градусов из красно-белого блять я не помню как она называется я сначала про него говорил что она сам наверное она лучше блять чем вот это не вот это лучше блять все таки мне так я все так думаю алкоголем отдает средненько так немножко блять то есть не сказать что прям ёж или спиртуозность прям сильная кстати нет тут самый прикол именно реально чувствует что сброшенные фруктовые соки блять не чувствует что там спирта налили там или то что бурта какая-то или там портвейн три семерки блять как это ублюдская хуйня такого здесь не чувствуется как ни странно вот именно нормальный блять клюквенный яблочный сок сброшенный блять вот именно так и чувствуется в принципе да хотя клюква от рябины клюква от рябины тут на первом месте яблоко предупреждаю сразу чтобы уберечь клюкву что рябина да но в составе яблочного сока всегда будет больше не важно ну что там что там и в составе также на первом месте идет в чуще сказать-то вкус у них похожий кстати что у клюквы что у рябины реально похоже не сильно отличается может немножко только просто вот сброшенные соки и как будто сахара ёбнули туда блять вот и все блять ну пить можно блять я долго говорить не буду знаете вот для меня вот как это вот у меня вот на сегодня вот пока пока то у меня доходы там какие-то не прибавится еще что-то вот мне сегодня надо было сэкономить реально для меня это я не знаю вот когда на вино денег нет вот типа заменитель вина блять вот и все потому что ну по сути она как минимум два раза стоит дешевле чем вино например вино там 200 например ну самое такое бюджетное да это стоит сотку 100 рублей тут правда 05 объем ну ладно несу дело и награду сможешь побольше ну и похрен короче вот как бы для меня это заменить вина был честно блять когда сэкономить но только там не виноград конечно яблоки идут в основе плюс немного ягод блять то только люку то ли рябину зависимости от предпочтений ваших вот по сути яблоко в основе но это по сути это укрепленный сидор нахуй с ягодной добавкой по сути это так самое главное даже не это да там вкус там блять если деньги есть конечно можно это не пить там все хуйня может зачит получше нормальные блять вино шампанское там все что угодно выбор миллион сами знаете что тут нет но самое главное что от него неплохо если вы не переписывать от него башка вот у меня ни разу не болел от него в россии не знаю у меня бывало рекорд я две таких выпивал то есть за вечер две но больше двух я не пил в жизни их пробовал вот эту хуйню ну блять раз 6 точно раз примерно около шести раз я ее пил и рябины клюквы и сам рекорд я их две за вечер выжрал нахуй и мне все равно не было очень плохо правда это немножко еще пивка ебнул блять ну там не суть но все равно было терпимо то есть была бы полной бурдой сто процентов башка болела и мне было плохо плохо короче из подобных напитков вот это можно пить как ни странно дают и блять не престижно плит самая не знать маской хуйня какая-то может показать что это бурда и эту пить нельзя это трава но это Bring Streep 2 пара брать и не портвень 3 7 еблять там какая-нибудь блюдской вообще хуйня который вообще нельзя пить даже гунни глазка нахуй вот это то есть не такой уровень то есть от нормальных уня она просто просто не прищена и бутылка невзрачная блять цена недешевая но от нее не отравлю что то есть можно ее выпить реально особенно если аккуратные с мозгами вот поэтому плохого я ничего не скажу блять в принципе неплохо сделано за свою за свои цены это блять она вот именно своих денег и стоит там 80 90 100 вот так примерно за 05 вот стоил бы там 150 и так далее когда она бы тогда не стоило бы своих денег но для своей цены пойдет и самое главное что от нее не особо болеешь короче ладно все поговорили я теперь закругляю с обзором и такой или не бесконечно ваше дело смотрите по финансам по предпочтениям по вкусам по вкусовым характеристикам и так далее тому подобное решать каждому все пока